Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы расскажем вам о событиях истории древнего мира. Я Владимир Никишин. Тема выпуска – император Октавиан Август. Гай Октавий Фурин родился в сентябре 1963 года до н.э. 4 года он потерял отца, и большую роль в его воспитании сыграла бабка, которая была сестрой самого Юлия Цезаря. 19-летний Октавий был усыновлен диктатором Юлием Цезарем, у которого не было законных наследников, и стал единственным наследником. Так 19-летний Октавиан, теперь он стал называться Гай Юлий Цезарь Октавиан, вышел на авансцену римской истории и стал протагонистом, главным актером на этой сцене. Человек тщедушный, слабого здоровья, тем не менее он оказался весьма целеустремленным, чистолюбивым, энергичным, предусмотрительным, умным и осторожным. Гибким политиком, прекрасным дипломатом, даже собственной женой Ливии он разговаривал по заранее заготовленному конспекту, чтобы не сболвнуть лишнего. Именно по этой причине ему удалось победить всех своих соперников в гражданской войне, захватить единоличную власть и оставаться единовластным руководителем Римской империи, властителем огромного государства на протяжении 43-х лет. Итак, в 44-м году до нашей эры убивают Юлия Цезаря, и уже в 43-м году возникает второй триумвир в составе Октавиана и двух видных цезарианцев – Марка Антония и Эмилия Лепета. В 42-м году до нашей эры в битве при Филиппах была разгромлена армия республиканцев. Антоний и Октавиан победили. Убийцы Цезаря, Кассий и Брут покончили с собой. После этого Антоний отправился на восток, где вскоре женился на Клеопатре. Триумвиры поделили мир. Антонию достался восток римской державы, Октавиану – запад вместе с Италией, ну, а Лепет со временем получил Африку. Триумвират прекратил свое существование в 36-м году до нашей эры, когда Октавиан отстранил от власти Лепет. Однако не казнил его. Лепет прожил до конца дней своих жизнью частного человека в Риме и умер на покое. Ну, а Думвират закончил свое существование в 32-м году до нашей эры, когда начинается конфликт между Антонием и Октавианом. Разгорелась война. В сентябре 31-го года до нашей эры в битве при мысе акций флот Антони потерпел поражение, сам он бежал в Египет. И в 30-м году до нашей эры наступила развязка. Октавиан захватывает Египет, его войска входят в Александрию, Антони и Клеопатр покончили с собой. Так Октавиан стал единовластным хозяином римской державы. Он возвращается в Рим, отмечает пышный триумф, устраивает щедрые раздачи. В 27-м году до нашей эры он демонстративно подает в отставку со всех постов, однако сенат, который прошел предварительную чистку, не принял этой отставки. Октавиан получил массу почестей и целый ряд полномочий, традиционных для Римской Республики. Он каждый год избирался консулом, он становится императором, в республиканскую эпоху так называли победоносного полководца, и принципсом сената, то есть возглавляет сенат. Поэтому новый режим власти, режим личной власти Октавиана назвали принципатом. Осторожный Октавиан отказался от титула царя, диктатора, от звания основателя города, от имени второго Ромула, однако получил награду «Золотой венок» и целый ряд других почестей. Со временем Октавиану удалось соединить в своих руках максимум полномочий, традиционных для Римской Республики. Формально режим власти Октавиана назывался «Республика Роститута», то есть восстановленная республика, но на деле это был режим личной власти. По сути, монархия, которая со временем становится монархией наследственной. Октавиан по просьбе сенаторов получает почетное имя «Аугустус», что означает «священный» или «возвеличенный богами». В честь него был назван месяц секстиле, который до сих пор называется «Августом». Итак, в 1923 году до нашей эры Октавиан получает целый ряд новых полномочий. Он получает пожизненную трибунскую власть и пожизненную проконсульскую власть. Затем консульские украшения. Он становится верховным понтификом, куратором нравов, отцом Отечества и так далее, и так далее. В конечном счете практически вся полнота власти находится в его руках. Время правления Октавиана Августа – это время относительной политической стабильности. Хотя существовала сенатская оппозиция, организовывались заговоры, было несколько попыток убийства императора не менее шести, и тем не менее Август умер собственной смертью. В 14-м году нашей эры, в возрасте 76 лет, оплакиваемой всей империей, он был официально обожествлен. Ему посвящались храмы. Август вошел в историю как основатель Римской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok